Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. За мной ухаживает мужчина, заботливый, чуткий, исполняет все мои желания, стоит мне только сказать или озвучить потребности в виде мыслей вслуха, он будет записывать куда-то и приносит мне. Много времени проводит со мной, постоянно крутится вокруг меня, руки мои не выпускают из своих рук, но у него гражданская жена и маленький ребёнок. Она все она знает, от него зависимо полностью, он не работает, и он очень любит сына, хочет проводить с ним время. Если съедет, то из-за работы меня будет его, естественно, видеть реже. Плюс ко всему, меня, с одной стороны, не устраивает, что он живёт с женщиной, и в то же время я с ним общий битвы вести пока не хочу, да и отнимать отца у ребёнка тоже. Раза три пыталась разорвать отношения, популярная, разъясняя свою позицию, договариваясь с собой, что больше не выйду, не отвечу, не приму доставку цветов, но постоянно сдаюсь, начинаю злиться на себя на слабость, мы, как только видим, все сразу будто сливаемся, утопаем друг в друге, и все мои договоренности с собой разлетаются в клочья. Сейчас я расслабилась и просто получаю удовольствие от встречи, но мозг в них нет, стучит мне в сердце, говорит тебе там, как в своём уме вообще. Я хочу обсудить эту ситуацию более подробно в терапии, спасибо за ответы. Ну, если вы хотите обсудить эту ситуацию более подробно в терапии, это здорово. Вы же не задаёте вопрос, чтобы давать вам ответ какой-то. Вот. То есть вы чего хотите там? Обсудить терапию – это хорошо. Потому что каждый специалист, наверное, увидит в вашей ситуации что-то своё. Да? Это логично. А чего хотите вы? Потому что то, что вас останавливает сейчас, не является проблемой для отношений как таковых, кроме, пожалуй, только того, что у мужчины есть ребёнок. Но вы вряд ли, как вы пишете, отнимаете у ребёнка отца. Просто потому, что никто не мешает ему увидеться с ребёнком и будучи в отношениях с вами. Да, проблема в том, что у мужчины не освободен. И действительно вас это может не устраивать. Это нормально. На мой взгляд, если выделять что-то как трудность, да, как такой вот, ну, звоночек, я бы сказал. То я бы выделил в качестве звоночка то, что вы сливаетесь с человеком. Я бы выделил в качестве звоночка именно то, что вы с ним сливаетесь, что вы утопаете друг в друге, потому что это, это. В психологии называется слияние. Вот. И слияние это, в общем-то, вид такой, я бы сказал, наверное, психологической защиты человека для того, чтобы не видеть как-то вот себя самого, вот, чтобы не чувствовать себя и не видеть другого человека. слияние так же возникает, когда, скажем так, человек видит в другом, вот как вы, например, в мужчине, которого вы описываете, вот, когда человек видит в другом только то, что хочет видеть и не видит как бы реального человека. Вот. Это действительно может быть проблемой. то есть проблема может быть именно слияние, то, что вы как бы вот, ну, как бы слепаетесь с ним. Потому что исчезают, исчезают ваши, получается, личные границы между 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 вами и мужчиной. И если личные границы исчезают между вами и мужчиной, то, в общем-то, вы перестаете замечать, где вы, а где другой человек. и вполне таким образом можете попасть от него в зависимости. Вот. На что бы я еще обратил внимание? Это на то, что вы злитесь на себя за свои слабости. Ну, или за свою слабость. Когда человек злится на себя за свою слабость, он ее себе подавляет. А поскольку слабость это суть потребности, то получается, что вы таким образом подавляете свои потребности. И эти потребности, которые вы подавляете, они в общем-то импульсивно дают о себе знать в других ситуациях. Вот, например, ситуация с мужчиной, да, может, в принципе, хорошо иллюстрировать то, как вы подавляя свои потребности, все же выражаете их, проявляете их своей потребности. только при этом не контролируя уже их, не контролируя уже себя. И по, наверное, пожалуй, вполне понятным причинам, потому что очень хочется. Что отражает поведение мужчины? Внимание! Вы очень важны. Мужчина дает вам чувство, что вы его центр вселенный, что вы для него что-то самое важное и так далее, и так далее, и так далее. Вам дают внимание. Соответственно, могу предположить, что вам не хватает внимания. Какого именно внимания внимания вам не хватает. Мужкового внимания, или может быть внимания какого-то еще более глобального, более общего. Тут нужно, конечно, смотреть. Но так или иначе, на это тоже стоит обратить внимание. Что вы тяготеете сейчас не к человеку, а к тому состоянию, которое вы с ним испытываете. Вот. И вам это состояние очень, ну, вам оно очень нравится, да, вы хотите, чтобы это состояние, видимо, продолжалось, и так далее. вот. Вот, соответственно, что будет, если человек завтра уйдет? Да? Что произойдет, если человек завтра вас покинет? Что произойдет, если мужчина решит с вами отношения завершить? еще один очень важный момент, на который я бы обратил ваше внимание, это то общее между вами, что есть. То есть, что общее между вами и мужчиной, что вас объединяет. Если вас объединяет такая вот страсть, если вас объединяет такое вот, ну, скажем, такое влечение друг к другу, вот, то, конечно, нужно, на мой взгляд, понимать, что это может закончиться. То есть, нужно понимать, что это может закончиться, страсть может в целом пройти, ну, пройти, вот, и вопрос остается открытым, а что вы будете делать, что вы будете делать, если страсть завершится, вот, потому что, ну, она может завершить вашу страсть, потому что страсть заканчивается, нравится нам это или нет, и вот, что вы будете делать тогда, это очень хороший вопрос. Вот, на эти вещи я хотел бы обратить ваше внимание. Вы на себя, на мой взгляд, ну, вот, то, что вы на себя злитесь, связано с тем, что вы злитесь на кого-то другого, но запрещаете себе это проявлять и выражать. Ну, например, вы можете злиться на женщину, его, с которой он сейчас живет, об этом вы говорите, что вам не нравится и так далее. Вы можете злиться совершенно спокойно на ребенка, умом, понимая, что он ни при чем, что он не виноват ни в чем ребенок, но злиться на него вы можете тоже, и это тоже нормально. Поэтому для разрешения этого конфликта необходимо попытаться увидеть на кого же вы злиться. Вот. Для того, чтобы несколько более полно почувствовать гармонию себя и свои приоритеты. Без этого, я полагаю, вам будет сложно, потому что все ваши ощущения будут как бы перекручены, все ваши чувства будут как бы скручены в один такой узел, и вам будет сложно. в целом все, в целом все, я бы сказал, что выглядит все так, как будто бы вам наконец-то дали то, чего вы очень хотели, или долго ждали, или долго не получали, может быть, вот, и наконец-то получили. Вот так это тоже выглядит. Если это так, если это, ну, действительно так, то есть, если вы действительно, вот, что называется, как бы, изголодались, да, по чему-то, вот, что с этим не работают, потому что после того, как вы насытитесь, например, вот, и, например, после того, как мужчина, например, тоже, вот, получит от вас то, что, допустим, он хочет, вот, это совсем необязательная история про то, чтобы с вами расстаться, это совсем необязательная история про то, чтобы вас бросить, нет, ни в коем случае, но после того, как каждый из вас получит то, что хочет, чтобы не дальше, и вот это пожалуй, 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 что сейчас, а то, о чем нужно подумать, вот, какие у вас чувства к мужчине, вот, заинтересованы ли вы собственно в человеке, да, ну, то есть ваши чувства они направлены на него или ваши чувства направлены на себя с ним и так далее. Следующий момент, исходя из того, что вы написали, выглядит так, будто для вас подобные отношения являются неприемлемыми. то есть это история про то, что третьей вы быть не хотите. Это вполне нормально, но позвольте сделать небольшое уточнение. Основания, по которым вы не хотите быть третьей, они какие? То есть это моральное основание, вы считаете, что это как-то аморально считать, что как-то это неправильно, например, или может быть речь о чем-то другом, потому что, ну, почему я об этом спрашиваю, потому что вы демонстрируете вроде бы позицию позицию четкую, но в то же время вы готовы от нее отказаться или отказываетесь от нее, взгляд на себя позицию позицию, что логично, что понятно, что понятно, почему вы не связываетесь, но может быть ваша позиция не совсем соответствует тому, что вы хотели бы, позиция немножко другая, но вы запрещаете себе ее как-то проявлять, вы запрещаете себе ее как-то ее, ну, с ней соглашаться и так далее, но может ли здесь быть такого? Вот это для меня очень интересно, потому что если это так, то опять же крайне важно разрешить это протворение, чтобы вы были в отношениях с мужчиной и в непростой ситуации максимально свободны в принятии своего решения, своих решений. Я повторюсь, вы ни у кого никого отнять не можете, потому что это не ваша власть. Но если это отношения, где вы пытаетесь что-то компенсировать, да, если это отношения, в которые вы вошли с определенным опытом и с определенными потребностями, которые мужчины удовлетворяют, например, доставку цветов, которые вы не можете не принять, потому что вам хочется. Это совсем другой вопрос. Кстати, о доставке цветов, которые вы опять же не можете принять, да, что вам в этой доставке цветов? Нравится? Это опять же про внимание? Как вы себя чувствуете в этот момент? Вы чувствуете себя, может быть, женщиной? Вот. А до скажем встречи с человеком, да, вы себя так не чувствовали? Вы себя, вероятно, так не ощущали? Может быть, в этом заключается еще один мотив, который мотивирует вас на то, чтобы оставаться в этих отношениях. понимаете, да? На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи. до моего до его до 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 до